Всем приветик! Иду на прогулку. Совершенно не могу гулять без цели. Поэтому выбрала себе целью один секундик интересный. И приглашаю вас прогуляться. Я уже несколько раз в этом секунде с вами вместе была. Это такой ну, товар из Скандинавии, где можно найти не только одежду и обувь, которая мне уже явно не нужна, а всякие приятные мелочи для дома, что-то красивенькое. И сейчас мы идем мимо Бенцинского Рижского Института. Здесь улица Дзирцима. Погода, как видите, не очень, но дождя нет. И в общем-то тепло. Мой любимый мини-парк с прудиком и с дубом посередине лужайки. Как быстро там построилось здание. Это какая-то будет гостиница, которая имеет отношение тоже к институту. А нам нужно обойти все эти сооружения и по улице Садовой, которая так переводится, называется она Дарза, мы идем дальше. Улочка таких разнообразных частных домиков. Тихая, спокойная. одна из таких маленьких улочек рижских в задвенье. Сейчас все еще никак зелень не может распуститься, поэтому вид у нее немножко скучноватый. Но когда здесь будет свистеть сирень и другие здесь кустарники, можно будет гулять бесконечно, обожаю маленькие улочки. И вот впереди уже видно улицу Слокас. И тот секундик, про который я вам рассказывала, находится именно там. Это будет информация для рижан, которые захотят приехать и тоже что-то интересное купить. Вот она улица Слокас, ориентир вот эта школа на пригорочке и напротив бывший военный завод. А нам нужно сейчас перейти на ту сторону. Здесь есть джинсовый магазин, у него даже адрес есть, джинсы базы ЛВ, можно заглянуть, что же они там предлагают. А нам нужен вот этот значок номер 52 и за ним буквально метров 30. здесь тоже есть на территории завода мебельный базар вот 170 метров туда там много тоже интересной мебели а мы еще чуть-чуть буквально пройдем дальше и здесь хорошо видно это место потому что всегда стоит такая вывеска на улице и есть еще большой указатель уже несколько раз показывала повторение мать учения кто хочет вот сюда вот такой мир всяких разных интересных вещей чайник это моя тема даже по цветам подобрана посуда здесь и мебель и картины и посуда и много много всяких интересных вещиц и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Вместе с Мухой Муха не может устоять. Мне кажется, она просто чувствует, что съемка начинается и ей хочется быть такой звездой экрана. Муха это звезда экрана? Никто и не сомневался совершенно в этом. Итак, совершенно замечательное место, которое я просто обожаю. Вот этот секондик, посудно, такой всяко разный. Рай для барахольщиков, рай для тех, кому нравятся подобные вещи. Вообще, мы каждый раз, когда показываем блогеры вот такие вроде бы бесполезные покупочки, как-то хочется найти то ли оправдание, то ли объяснить, что вот мы купили это потому что, вот потому что. Но в общем-то покупаем, потому что нам это нравится. Мы не минималисты, кто любит такие вещи. И хорошо, что мы все разные. Хорошо, что есть те, кто расхламляет. Хорошо, что есть те, кто захламляет. Каждый выбирает как бы себе стиль жизни, образ жизни. И поэтому, кто у нас любитель минимализма, дальше не смотрим и не нервничаем. А я начинаю показывать вот такой замечательный цветочный горшочек Кашпо. Очень красивый. Такие обычно дорого стоят, если покупать где-то в магазине. А там стоило где-то около 2 евро. Еще один точно такой же остался. Я не взяла, потому что просто тяжело было все тащить. Поэтому, если кому нужен такой горшочек, он там стоит и дожидается вас на полочке. Так, давайте я как-то буду немножко убирать, иначе тут будет сложно показать. Непонятная штука. Но понравилась. Вообще в такие емкости я ставлю... Ну, емкость, как ее еще назвать? Ставлю фиалочки, которые трейлерные, или что-то маленькое вьющееся. Вот у меня есть такой же бокал, в котором у меня трейлерная фиалочка стоит. Она потом начинает расти, здесь виться, спускаться. И точно так же хорошо подойдет любая традисканция, какой-то фикус. В общем, что-то мелколиственное, но вьющееся, красиво. И вот оно здесь будет все, вид, состоять на подоконнике, возвышаться над другими растениями. Потому что ни в каком другом смысле я не могу представить полезное употребление этого предмета. Который может быть, конечно, вазой, потому что вот это тоже пустотелы. Может быть бокалом для выпивания вина, но тогда сколько же надо его выпить. Или просто красивым предметом декора. В данном случае будет именно так. Из предметов декора, красивых, но не бесполезных, которые у меня есть мысль, как их использовать. Сейчас вам покажу такую замечательную стеклянную, обалдеть, какую красивую вазу. Которую у меня будет предназначенную для, скорее всего, садика, микромира, каких-то растений, мхов. И я купила две вазы. Одна вот такого зеленого стекла. Хотя могут стоять и просто как декор, потому что очень красиво. И вторая уже я сделала этот микромир, чтобы показать вам применение таких вот емкостей. Вот это был стеклянный такой сосуд, в котором теперь у меня моховый садик и живет лягушечка. Ненастоящая, конечно. Вот такая вот красота, которую можно держать на столе для увлажнения атмосферы, потому что там очень все влажненько, красивенько и, в общем, прелесть. Вот такие емкости я всегда покупаю, потому что я знаю, куда я их применю, как они будут смотреться, что будет. Но, правда, вдогонку тут к этой зеленой вазе прицепилась такая вазочка, только потому что она такого же оттенка цвета. И я подумала, что, может быть, они как-то будут стоять рядом. Просто красивое стекло зеленого цвета. А я к цветам, к стеклам неравнодушна. Два чайничка. Один из них купленный ранее, буквально пару дней назад, и один из них купленный сегодня. Так, мышенцы, вот ты хочешь, чтобы на тебя обращали внимание, но тебе и сама неудобно, мне ты мешаешь. Вот такой потрясный чайник. Глиняный. Глиняные чайники замечательно держат температуру, и чай там как-то грамотно заваривается. Мне очень нравится коричневого цвета с такими вот проблесками каких-то капелек золотистых. Красота! Кстати, опять же, даю наводку. Там остался второй точно такой же, но черный чайник тоже с какими-то серебристыми капельками, который стоит всего 3 евро. Поэтому рижане, кого это интересует, вы его там найдете, если я не приду раньше. Это один из чайничков в мою коллекцию. Пора вам уже показать эту коллекцию. И вот еще один купленный ранее, безумно тяжелый, тоже глиняный, с таким смешным носиком. Ручная работа, здесь есть клеймо и имя автора. Ну, в общем, вот такой вот чайник. Небольшой, этот небольшой. И так вот себе, любимой, заварить что-то, попить, чтобы было интересно. Носик ужасно смешной. Меня так забавляет. Напоминает мне какую-то птичку, которая кричит. Никуда и ни к чему. Но что-то в синем цвете у меня довольно много есть на новой квартире. И вот такой молочник. Ну, просто очень понравился. Он такой веселый, позитивный, забавный. В крайнем случае, тоже в него посажу какой-нибудь цветочек. Кто уже заметил, что у меня много цветочков растет в каких-то красивых разных вазочках, кашпо. Потому что это гораздо наряднее и веселее. Еще одна покупочка, до которой мне надо как-то добраться. Она у меня там далеко. Поэтому минутку терпения. Не раздавись муху! О! 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 Так, мушенция. Поправим опять фотоаппарат. Это такая красота. Такая вещь, которая... Вот смотрите. Это шкатулочка фарфоровая, фаянсовая. У нее на крышечке точно такие же цветочки. Которые можно использовать как сахарницу. Конфетницу. Нет, я думаю, что это будет очень красивая шкатулочка для каких-то украшений. Или это будет просто что-то для подарка потрясающее. Вот такие вокруг цветочки, цветочки, цветочки. Вещь просто у меня покорила. Ну вот в целом, да, как будто бы я вам все показала. Стоимость всех этих изделий в целом составила примерно 10 поездок на общественном транспорте. Что значит, что в ближайшее время мне придется походить пешком. Ну, это, в общем-то, и неплохо, я считаю. Всего хорошего! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!